Главные роли на празднике осенины исполнили ученики четвертых классов 20-й школы. Они приготовили для зрителей интерактивную программу, пели песни, танцевали и играли на ложках. Гостью праздника осень сыграла Лера Митина. Она поведала зрителям о самых ярких традициях старинного русского народного праздника. Знания об празднике осенины, об урожаях, которые были с самого начала у нас, а не которые привезли. Народные песни, загадки и танцы пришлись по вкусу всем, кто пришел на праздник осенины. В конце театрализованного представления юным зрителям предложили самим исполнить народные песни, которые они разучили на уроках фольклора. Я для себя сегодня узнала, что надо выступать так, чтобы и всем было интересно, не только тебе, чтобы не только один человек выступал, чтобы все поучаствовали. Я узнала новые песни красивые, новые танцы, какие красивые наряды и как отмечают осень. В этом году праздник осенины приурочили к круглой дате. 20 лет назад на базе 20-й школы открылось фольклорное отделение ДШИ номер 2. И с тех пор проводить старинный праздник, посвященный народным обычаям, организаторы стараются ежегодно. А осенины – это окончание трудовых работ нашего населения на огородах, на своих усадьбах, когда собираются урожай. Как раньше на Руси тоже сажали, а потом все это собирали. Собирали, а потом пели песни и танцевали. Организаторы уверены, что такие встречи – отличный повод рассказать школьникам о важности сохранения истории и традиций русского народа. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.